Привет! Посмотрите на эти мотоциклы. Наши коллеги из компании «МотоСтронг» сами привозят их из Европы, выбирают байки в отличном состоянии и с минимальными пробегами, без аварийного прошлого. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронг». Там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджер ответит на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. А что вы знаете об оппозитных двигателях Subaru? В нашем сегодняшнем разборе мы расскажем о легендарном и долгоиграющем EJ25. Именно с движками EJ, болиды Subaru Impreza одержали по три победы в командном и личном зачёте на мировом первенстве по ралли. Встречаем! Двигатели EJ появились на первом поколении Subaru Legacy в 1989 году. Это был двухлитровый мотор. Его тяги и мощности хватало большинству водителей. А вот этот мотор, который мы наблюдаем, EJ25 2,5-литровый, появился в 1994 году и был доступен на японском рынке. Но справедливости ради скажем, что его появление связано с желанием угодить американским водителям, которые привыкли к более тяговитым моторам. Вообще, двигатели EJ – это около 30, скажем так, не одинаковых моторов объёмом от 1,5 до 2,5. Есть версии с одним или с двумя распредвалами в ГБЦ, но на каждый цилиндр приходится по четыре клапана. Соответственно, по два или четыре распредвала на мотор. Гидрокомпенсаторами оборудованы не все двигатели EJ. Такая роскошь была доступна только для моторов 1,8 и 2,2. Среди всех ежей есть атмосферные, турбированные и даже битурбированные версии. У всех у них легкосплавный блок с чугунными гильзами. Но есть все доступные рубашки охлаждения, а это открытые, полузакрытые и закрытые. Степень сжатия от 8 к 1 до 10,7 к 1. Стоковая мощность до 320 лошадиных сил. В 1998 году двигатели серии EJ были основательно модернизированы, и поэтому основные компоненты моторов 1 и 2 фаз не взаимозаменяемы. Также в двигателях EJ были версии с фазовращателями. Фазовращатели появились в 1999 году на некоторых версиях на впускном распредвале. А вот фазовращатели на всех распредвалах появились на моторах с 2008 года. Что можно сказать о надёжности двигателя EJ25? Мотор легендарный, выпускался четверть века, поэтому все его особенности и слабые места хорошо изучены. Поклонников марки не пугают вероятные дорогостоящие проблемы и недешёвое регулярное обслуживание. Обо всём об этом расскажем далее. Сегодня в разборе легендарного мотора нам поможет Артём. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку! Легкосплавные клапанные крышки установлены на резиновые прокладки. Частенько из-под них сочится масло. Проблема решается с заменой прокладок по периметру, а также прокладок в свечных колодцах. Замена хлопотная, особенно правой крышки, но для этого двигатель вынимать не надо. Гидрокомпенсаторов в двигателе EJ25 нет. Инженеры компании Subaru отказались от них ещё в 90-х годах. Раз в 100 тысяч километров надо проверять тепловые зазоры, либо же это делать при замене прокладок клапанных крышек. Если на двигателе не установлено ГБО, то номинальные зазоры остаются очень долго. Зазоры для впускных клапанов 0,2 мм, для выпускных 0,25 мм, плюс-минус 0,04 мм. Регулируются очень просто. С помощью гаечного ключа на 10 отвертки проверяются щупом. Ремень ГРМ на двигателе EJ25 надо менять каждые 105 тысяч километров. Замена несложная. Двигатель вынимать из моторного отсека не надо. Но в приводе ГРМ есть одна деталь, которая может испортить настроение субариста и привести к ненужной трате денег. После запуска мотора вместо привычного «бу-бу-бу» можно услышать тарахтение и стук. Первая мысль – это стучит четвертый цилиндр. Но дело, скорее всего, не в этом. Этот стук издает изношенный гидронатяжитель ремня ГРМ. Нередко начинает стучать до замены ремня ГРМ. При замене гидронатяжителя надо осмотреть его опорную площадку. Там может быть выработка. Опорную площадку можно заменить на новую. Специфичная проблема для атмосферных оппозитных двигателей Subaru объёмом 2,5 литра – это пробивание обеих прокладок ГБЦ. Данная проблема появилась в 1996 году на моторе EJ25D с двух распредвальными ГБЦ. Там газы из цилиндров попадали в рубашку охлаждения, и это всё заканчивалось лопнувшими расширительными бачками и радиаторами. В 1998 году на моторе второй фазы с одними распредвалами EJ251 и его последователях проблема с прокладками ГБЦ носит немного другой характер. Там появляются утечки антифриза и масла наружу. Также антифриз просачивается в поддон через каналы слива масла из ГБЦ, и в таком случае мотор очень быстро погибает. В общем, самые распространённые 2,5 литровые атмосферники Subaru вплоть до 2012 года имеют проблемы с прокладками ГБЦ. Никакие другие двигатели Subaru не имеют системных проблем с прокладками. На самом деле дело в качестве прокладок, а не в перегреве. Прокладки ГБЦ для упомянутых моторов однослойные с графитовым покрытием. Со временем графитовое покрытие исчезает и смывается к пробегу в 200-250 тысяч километров. Герметичность стыка исчезает. В продаже до сих пор имеются неподходящие прокладки для двигателей объёмом 2,5 литровых прокладки для 2,5-литровых турбомоторов Subaru. Естественно, нарушение герметичности по прокладке ГБЦ наступает и при перегреве, но тут владелец сам виноват, что не следил за состоянием радиаторов. На этих прокладках прекрасно видно, как исчезает графитовый слой, но признаков нарушения герметичности стыка между блоком и ГБЦ мы не видим. Хон в цилиндрах слабенький, во всех цилиндрах следы масложора, особенно в левом полублоке. По традиции для этого мотора стук вкладыша шатуна четвёртого цилиндра. Отдельного упоминания заслуживает маслонасос. Он устанавливается в спереди на двигателе, и его ротор приводится от носка коленвала. Канал всасывания от маслозаборника проходит через левый блок цилиндров, далее в масляный насос. Оттуда напорная магистраль ведёт в правый полублок в масляный фильтр. Оттуда разветвляется на магистрали для обоих полублоков. Редукционный клапан маслонасоса срабатывает при достижении давления 5,5 бар. Любопытно, что из-за оппозитной конструкции двигателя и в целом накладной конструкции маслонасоса избыточное давление стравливается не в поддон, а сюда же в маслонасос, а именно в линию всасывания. Есть мнение, что из-за этого при высокой скорости работы двигателя масло на входе в насос вспенивается и пузырится. Следовательно, эти пузыри продавливаются в масляную магистраль, ну и якобы это приводит к голоданию вкладыша шатуна 4-го цилиндра. И предлагается решение вопроса по сверлению отверстия в маслонасосе, через которое редукционный клапан будет отправлять масло в поддон. Но вот специалисты по моторам Subaru ни в наших странах, ни за рубежом, где эти моторы тюнингуют до 600 и даже до 1000 л.с. не парятся по поводу тюнинга маслонасоса и тем более по поводу сверления каких-то отверстий. Отметим, что у турбомоторов EJ255 и EJ257 действительно есть проблема с проворачиванием вкладыша шатуна 4-го цилиндра, но это из-за уменьшенного объема масляного фильтра. У атмосферных EJ25 тоже есть проблема с проворачиванием вкладыша 4-го шатуна. Но пена тут ни при чем. Об этом мы подробнее расскажем далее. Добавим, что на турбомоторах EJ используются более производительные маслонасосы с роторами шириной 11 и 12 мм. На этом атмосфернике 10 мм. И они полностью взаимозаменяемые. На практике они не решают проблему с проворачиванием вкладышей 4-го шатуна, а большая производительность нужна для удовлетворения потребностей турбокомпрессора и четырех фазовращателей на моторах с 2008 года. Более производительный маслонасос там, где это не нужно, приводит лишь к чрезмерному нагреву масла, потому что циркуляция масла через редукционный клапан значительно возрастает. За масляным насосом есть другой грешок – передний сальник коленвала установлен прямо на нём. Надо понимать, что крышка маслонасоса не плотно прилегает к его корпусу, и поэтому через неё сочится масло. Но это нормально, потому что в блоке есть специальный канал, по которому эта утечка попадает прямо в поддон. Если была обнаружена течь переднего сальника, то как минимум надо перетянуть винты задней крышки и посадить их на резьбовой фиксатор. Также если в крышке видны канавки от подтекающего масла, то крышку надо поменять на новую. Не стоит использовать герметик, потому что его выдавит, и он попадет в поддон и маслозаборник. Также стоит проверить зазоры между ротором и крышкой. Зазор должен составлять от 2 до 7 сотых миллиметров. Зазор между ротором и статором должен составлять не более 0,25 миллиметра, а зазор между зубьями ротора должен составлять не более 0,2 миллиметра. В общем, при определенных условиях этот маслонасос может не развивать необходимого потока и давления масла, а это уже риск для пар трения, особенно для максимально удавленного от маслонасоса 4-го шатуна. Двигатель EJ25 прославился отламыванием трубки маслозаборника. Трубка ломается в самом верху, причем если это случается на ходу, то мотор мгновенно стуканет. Бывает, что трубка надламывается, тогда загорается индикатор низкого давления масла, но он может сразу же потухнуть, если оставить машину под уклоном вперед, так как масло прильнет вперед и будет засасываться, в том числе и через трещину. Так вот, эта проблема реальна, в отличие от вспенивания масла. Мастерские по тюнингу этих моторов предлагают усиленные маслозаборники, которые еще и сохраняют нормальное всасывание при сильных боковых перегрузках, когда масло отливает от зонтика. Стандартный тип блока цилиндров для моторов EJ с открытой рубашкой охлаждения. Такой блок цилиндров имеют все атмосферные двигатели, а также турбированный EJ 205. Закрытая рубашка охлаждения досталась ранним турбомоторам, а в 2001 году появился двигатель с полузакрытым контуром. В открытую рубашку охлаждения были добавлены перегородки для увеличения прочности. Блоки цилиндров 2-литровых и 2,5-литровых двигателей отличаются. У них разный диаметр цилиндров и ход поршней. Ход поршней разный за счет разных коленвалов, а вот длина шатунов одинаковая. Во всех версиях коленвалы кованые. Так почему двигатель EJ 25 задирает и проворачивает вкладыш 4-го шатуна? Сразу отметим, что такая же проблема может коснуться вкладышей 2-го и 3-го шатуна, которые получают масло через канал в правом полублоке. На самом деле причина в недостаточном качестве смазки этой пары трения. А причина банальная. Во многих стуканутых EJ 25 был обнаружен низкий уровень масла в поддоне, а это масляное голодание. Добавим к факторам риска низкое качество масла, разжижение масла, утончение масляной плёнки и езду в натяг. То есть ускорение с низких скоростей на 4-й передаче. Всё-таки шатунные шейки оппозитных двигателей уже, чем у рядных. Также специалисты отмечают ещё одну причину – кривой чип-тюнинг. Но это в основном для турбомоторов. Переобогащенная смесь ускоряет смешивание топлива с маслом. Поэтому у тех субаристов, которые не жалеют денег на масляный сервис двигателей EJ 25, они ходят без капремонта до полумиллиона километров. Известные хлопоты субаристам доставляет расход моторного масла. Тут, как с ранними двигателями VAG семейства EA888, уровень масла необходимо проверять каждое утро. Очень важно, чтобы Subaru стоял на горизонтальной поверхности, потому что любые наклоны влияют на точность определения уровня масла. Вообще, с конвейера эти двигатели не склонны потреблять масло. Жор масла возникает из-за залегания поршневых колец, а это экономия на масляном сервисе. То есть перепробег и низкое качество масла. Также эксперименты с вязкостью масла на этом моторе выходят боком. Масло надо заливать только с вязкостью 5W30 и менять его надо каждые 7500 километров или ранее, как это делают на турбированных ежах. Добавим, что утечки масла через негерметичную прокладку ГБЦ также сказываются на расходе масла. Но это уже не жор масла, а его проливание. В нашем двигателе случилась масляная фаталити. Поршень 4-го цилиндра стучал, а стучал он из-за того, что вкладыш 4-го шатуна перегрела, расплющила, расплавила, и он принял вот такую форму. Налицо здесь отсутствие смазки и вкладыши остальных шатунов со следами сухого трения. Естественно, коленвал со всеми потертыми шейками. Сюда же добавим залегшие маслосъемные кольца. Коренные вкладыши тоже со следами сухого трения, но не такими критичными, потому что масло к ним подается в первую очередь, а потом с коренных опор к шатунным шейкам. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали сильно пострадавший двигатель Subaru. Вообще, при нормальном масляном сервисе и при чистых радиаторах этот двигатель пройдет и 500 тысяч километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, оставьте комментарий, поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».